Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы с вами снова серия на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ, мы здесь Кирилл Хапалканов, не забывайте вводить мой ник при регистрации, также можете вводить мой промокод, вся информация есть в описании под видео. Ну а сегодня будет интересное видео, в котором я буду следить за лидерами, я снимал это видео 2 дня, поэтому не поленитесь, поставьте лайк и также можете подписаться на канал, если вы вдруг не подписаны. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас будет новое интересное видео, сегодня я хочу последить за лидерами фракции, посмотрим вообще, чем они занимаются, что они делают, как они общаются с игроками. Я зашел, получается, сейчас онлайн 400, время 12 часов дня по МСК, и сейчас мы будем следить за лидерами, пишем вот такую вот команду или адрес, и в сети сейчас есть 4 лидера. Получается, это Кавказская мафия, Больница Южного, ГИБДД и Украинская мафия. То есть 4 лидера уже в сети, мы за ними будем смотреть, и будем смотреть, чем они занимаются. Просто посадим за ними, там, буквально, за каждым, наверное, по минут 10. Капец, они громкие, блин, пиздец, просто. А, мои ушки. Помогите, блядь. Так, вот, Яна, получается, у Уокера, это она действительно девушка, с ней еще тут Алина есть, это скорее ее заместитель. Как бы... Ну, девушка, кстати, на криминальной организации, это, конечно, сильно, пацаны, я считаю. Это действительно очень сильно. Капец, они реально очень громкие, пиздец, просто, у меня уже голова болит, реально, просто. Я зашел просто, у меня еще наушники на всю громкость, я такой, ебать, думаю, куда я попал. Это, конечно, пацаны, жестко. Короче, они просто на базе стоят, тусуются, толком ничем не занимаются, просто стоят, общаются, и все. Как бы больше они ничем не занимаются, абсолютно. Вот какой-то Давид подошел к ней. Давайте чеким ее статистику, мне интересно вообще, кто она там, что она, что у нее есть по имуществу. Так, у нее есть Баймикс, Форд Раптор, какой-то Мерседес, походу, еще один Баймикс. Ага, у нее есть еще три дома, либо квартира, я не знаю. Да, видите, авторитет, десятый ранг у нее, есть у нее даже муж. Также у нее имеется 64 миллиона депозития, деньги в банке, так, 2000, и на руках 59 тысяч. Уровень у нее 87-й, пацаны, 87-й уровень у девушек, это очень жестко, это реально очень жестко. Ну, в принципе, блин, я, конечно, не ожидал то, что девушка будет стоять на кавказской мафии, это реально стильно, мне кажется. Ну, не просто бегают, как бы, ничего не занимаются. Челик бежит, у нас кто-то палит. Просто прыгают и все. Братан, это я в тебя выстрелил, но у меня прицел был выше твоей башки. Как в тебя попал, не знаю. Давайте, наверное, идти смотреть следующего лидера, чем они занимаются. Ой, по Давиду попал. Потому что здесь толком ничего интересного не происходит. Так, следующий, давайте, Иван Соколов, это лидер больницы. Давайте посмотрим. Так, он лидер больницы, вот Иванушка у нас тут есть. И он принимает, наверное, какую-то херню у новичка. Давайте посмотрим его статистику. Чек 211. Так, у него 22 уровень. У него есть VIP статус гол, 2 миллиона, 5 лямов на депозите. Главврач, 10 иранах. Машины у него нету. Просто пацанчик, видимо, любит фракции. Ему транспорт как бы не нужен, либо он не хочет его покупать. Еее. Давай, красава, братан. Поднялся по рангу. Пожалуйста, обращайтесь. Так, куда он теперь у нас пойдет? Серьезно, я никогда с лидерами не следил, вот специально. А вот сегодня у нас такой видосик интересный. Ага, они тут походу наборы, да, делают? Да, не киньте трейд, ребят, пожалуйста. Трейд. А что такое трейд? Это вообще кто? Так, подождите, 226. Это девятый ранг и он эмгэшит? Слушаю, да. А почему ты эмгэшишь? Что, что? Почему ты используешь эмгэ? Какое? Ну ты написал, киньте мне трейд. Трейд это эмгэ. Я сказал по-французски, говоря. Случайно написал. Нет, ты сейчас написал. Случайно написал на тот счет. Ну хорошо, но... Не повторяйся, правда. Хорошо, больше не будет такого. Как бы я просто ему сделал предупреждение. Да, я просто ютуберский администратор, но когда зам лидера эмгэшит, как бы он поставляет своего лидера. Я просто сам был девяткой много раз во фракциях. Ну, как бы не на родине, а на других проектах. Но неважно, короче. Мне реально жалко подставлять, допустим, лидера. Просто... Ладно, это я увидел. А увидел бы это следящий. Ну, он бы выдал бы пиздюлеем. Понимаете? Он просто... Просто могли бы заместителю выдать мут, и как бы лидер получил бы выговор. Понимаете? Поэтому лучше как бы я его предупредил, чтобы он так не делал. Поэтому я думаю, все будет хорошо. Ну, ладно, давайте проследим за лидером ГИБДД. Ага, он у нас в больничке чалится. Диего, давайте посмотрим его статистику. 232-й. Так, получается, у него есть платиновый ВИП, 24-й уровень. Денег у него не особо много. На депозите 2 миллиона. Генерал, ГИБДД, 10-й ранг. Машин у него также нет. Я не знаю, почему у лидеров нет машин. Ну, как бы у Янки, да, у Янки были машины там и велосипеды. А вот у лидера больницы и у лидера ГИБДД вообще нет машин. Конечно, я мог бы ему спаун выдать, но, блин, он тогда поймет, что я за ним слежу. А мне этого не надо. Я не хочу, чтобы кто-то знал, что я за лидерами слежу. Как бы так будет намного интересней. Я, кстати, не знаю, почему, но, блядь, я не могу теперь выдавать игрокам транспорт. Себе я могу выдавать транспорт, но кому-то я не могу это сделать. Раньше я мог, допустим, ввести ПЛВЕХ, там, ID игрока и выдать ему машину. Сейчас я этого сделать не могу. Либо у меня забрали доступ, чтобы я это не делал, либо поменяли систему. Надо будет узнать у главного администратора, либо у разработчиков. Как бы мне эта функция нужна, чтобы выдавать игрокам машины. Потому что раньше я мог это делать, и можно с помощью этого снимать какой-то интересный контент, пранки там и так далее. А сейчас я не могу этого делать. Я не могу, как бы, взять и выдать игроку машину. Я могу выдавать машину только себе. Так, вот у нас они прибежали на базу. Они хотят взять вертолет, куда-то полететь. Отлично. У них, походу, какая-то, может быть, сейчас РП-шка будет. Это уже интересно, на самом деле. Давайте пока, наверное, на паузу иду. Когда уже будет что-то более-менее интересное, я вам покажу. Я что-то, пацаны, нихрена не понял, потому что они просто поднялись вот так в небо и летают. Все. Они никуда не летят толком. Они просто по кругу так летают, и все. Я думаю, у них какая-то РП-шка. Они куда-то спешат, летят. Они просто развлекаются, знаете, просто на вертолете летают, и все. Ага, он двигатель заглушил. Понимаю. Блядь, я один нихрой я не понял. Либо он специально его заглушил и овнулся. Либо у него закончился бензин в вертолете. Хотя, по-моему, в вертолетах бензин не заканчивается. Поэтому, нахрена он так сделал. Он просто взял, поднялся высоко в небо, заглушил двигатель на вертолете. Вертолет упал, и он овнулся из игры. Кто-то что-то понял? Я тоже нихрой не понял. Поэтому, ладно, будем ждать, пока он зайдет. Так, Лядерс. Да, он вышел с игры. Его пока что в сети нету. Кстати, я хотел бы посадить за лидером там армии, либо еще какой-то фракции. Ну что ж, пацаны. Я, получается, зашел уже на следующий день. Время у нас сейчас сколько? 12.22. Почти такое же время, как я и вчера заходил. Но я обычно такое время и захожу, в принципе, записывать серии. Поэтому, имейте себе в виду. Но из лидеров сейчас в сети только, получается, Яна. Это кавказская мафия. Но мы за ней уже смотрели. И, получается, еще есть Джон Гидрол. Это лидер тюрьмы строгого режима. Давайте за ним последим. Чем он вообще, как бы, занимается сейчас, на данный момент? Это у нас, получается, лидер тюрьмы. То есть, строгого режима. Давайте последим за ним. Да, видите, начальник тюрьмы. 10-ый, получается, ранг. Машина у него есть Додж. У него 28-ой уровень. Деньги 9 миллионов. И у него 17 тысяч лежит на депозите. Не знаю зачем, но они там лежат. Давайте за ним последим, чем он вообще занимается. Данный лидер. Но он толком не тем не занимается. Он просто бегает и все. Хотя по форме я бы не сказал, что это лидер тюрьмы. Форма какая-то, знаете, очень простая. Толком даже ничего нет. Вот только по бокам у него. Если бы у него над головой не было написано, что начальник колонии, я бы даже этого не понял. Скорее всего, если бы я, допустим, был бы в тюрьме в этой, в организации. Но он тупо стоит и все. Возможно, он с кем-то в чате общается. В семье, либо в чате фракции. Короче, непонятно, чем он занимается. Я думаю, будет поинтереснее. Но он просто стоит на месте и ничем не занимается. Короче, пацаны, я тут нашел еще одного лидера. Это лидер, получается, банка. И давайте вообще посмотрим, чем он будет заниматься. У него столько сотрудников еще в ФК стоят. Смотрите, сколько. Раз, два, три, четыре, пять. Пять сотрудников просто сидят в раздевалке в ФК. В РП-сне, короче. И пиздец. Понимаю. Уволь Ивана Шереметьева. Вы просто дубинка уебали и все нормально. Блин, ну почему? Я хочу увидеть какой-то контент. Они просто на месте лидеры сет и все. Ничем не занимаются. Где какие-то РП-шки, где какие-то, не знаю. Нарушения, чтобы я как бы увидел. Я не знаю как.